Еще раз здравствуйте. По образованию я историк музеевед. Но на самом деле это образование мне ничего не дало. Я лишь потратил 5 лет своей жизни, а те ребята, которые пошли работать по профессии, сейчас зарабатывают очень мало. Для того, чтобы развивать историю, нужно финансирование. Но государство его не дает. В принципе, это правильно. Но также оно и запрещает заниматься археологией в частном порядке. Поэтому в этом видеоблоге речь пойдет о черном археологе. Черный археолог частник, нелегален, но работает быстрее, лучше оснащен, берет только самое ценное и дорогое, пополняя частные коллекции. Существует расхожий миф о том, что черные археологи уничтожают якобы ценные для истории захоронения городища. Во-первых, городища толком не восстанавливают, ибо они находятся в частных руках. Ибо они не находятся в частных руках. А госфинансирование скудное. И это правильно, ведь заставить кого-то насильно любить нашу историю нельзя. Она нужна лишь идейным традиционалистам, патриотам и, возможно, историкам, что хотят влезть в ваш карман за плодами вашего труда. То есть за вашими деньгами. Во-вторых, настоящие ценности исчезают уже от того, что лежат десятилетиями и столетиями в земле. Либо от того, что они никому не принадлежат. Если речь идет о памятниках архитектуры и прочее. Имея частный музей археологии нужной им земли и памятники в собственности, все было бы иначе. И намного лучше в этой области обстояли бы дела. Сейчас же существует огромное количество государственных запретов и ограничений, не затрагивая вопросы принадлежности земли и архитектурных объектов. В-третьих, черные археологи не заинтересованы в уничтожении ценностей, ибо это их хлеб. Когда как государственные институты и специалисты чаще всего работают за идею жертвы собой ради других. И обычно эти жертвы довольно низкого качества, потому что все-таки история уничтожается из-за отсутствия финансирования, а денег этим людям, так скажем, найти неоткуда. Именно эти проблемы решают черные археологи, спасая ценнейшие предметы, которые на черном рынке стоят дороже, нежели экспонаты в государственных музеях. Государственная монополия на истории убивает историю, как всякое протекционистское привилегие. Отсутствие конкуренции между частными историческими институтами и музеями убивает археологию как науку. Я вовсе считаю, что факультет музейного дела, в котором я учился, в государственном институте, стоит ликвидировать, как и в принципе сам государственный институт. Ситуацию спасают только частные заинтересованные лица, приватизация земель и всех культурных объектов, приватизация образования. А также ликвидация огромного количества законов-ограничителей. Проще даже не продать и передать множество государственных учреждений их руководителям и персоналу, создав частные ОАО. Ведь речь идет об эффективности, а не о наполнении бюджета. Впрочем, можно продать землю с открытых аукционов, а предприятия крупным частным музееведам и искусствоведам. Но сделать это крайне необходимо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.